Ну и что, друзья, куда едем? Чуть-чуть надо хипиш делать. Сейчас едем. Хипиш. Друзья, всем привет, и вы на канале Ушатайка. В пятницу прошла пресс-конференция хардкора. Там было жарко, и там участвовал Мухаммед Хейбати. После нее персидский дагестанец дал интервью нашему корреспонденту Исламу Бабаджанову. Часть про Чоршанбе, Пираева, Солонина и команду Петра Яна мы опубликуем на следующей неделе. А сегодня про то, что взрывает информационное пространство прямо сейчас. То есть про высказывания Хамзата Чимаева о Хабибе и Александре Шлеменко. Как известно, говорить скучно Хейбати не умеет. Поехали! Ты наверняка еще за другими бойцами, в частности за Александром Шлеменко. Я Александр Шлеменко, я же давно сказал, я извиняюсь за это. Да, я не знал его в первом. Ну, я за это раз я сказал, извиняюсь. Все, у нас ничего нет. Это моя ошибка, блин. Недавно такой случай вот произошел. Он вот до последнего своего боя, он говорил, что хотел бы перейти в UFC, чтобы там вытащить этот промоушен из болота. Вот. Это было сказано где-то 2-3 месяца назад, если не ошибаюсь. Потом, после этого, кто-то выложил в Инстаграм какой-то паблик, вот его слова Шлеменко про Иосифа. Какой-то паблик. Вот. И в комментариях Хамзат Чумаев написал, ну, Чумаева не нуждается в представлении, я думаю. Вот. Он написал, что что-то вроде успокоить у Колю, много пить не надо, алкоголь это плохо. Как ты вообще расцениваешь вот эти вот нападки? Ну, на самом деле, ну, Александр Шлеменко, да? Да. Что могу я сказать, но это смешно, честно. Но, уважаемый, да? Ну, Хамзат, Хамзат тоже газет, уже боец, хороший боец. Я думаю, он скоро будет чемпион. Но, вот это слова, Шлеменко это же далеко уже Шлеменко. Сколько лет у него? 45 есть, наверное? Это же молодой человек такое слово, скажи. Не Александр Шлеменко. Шлеменко это хороший термин. Я не думаю. UFC. И все даже сейчас контракт не дают кого есть 30 лет, да? Только молодой хочет. Ну, то, что Хамзат тот так написал. Ты согласен с ним? Ему стоило вот так вот отнестись к уважаемому человеку в лице Александра Шлеменко? Я же не судья, да? У каждого человека за слова отвечаю. Я за свои слова отвечаю, Хамзат за свои слова отвечаю. Хамзат любит так разговаривать, скажет. Это его право. Я по-другому разговариваю, это мой право. Это его дело. Это мое дело. Разные, да? Я не могу сказать Хамзат зачем так сказать. Сказали, сказали, но все, что я сказал. Я тоже многое скажу и за слова отвечаю. Это правда, это нормально. Окей, а то, что он сказал в адрес Хабиба, ну, когда Кадыров прямой эфир вел, что могу и его порвать или что-то вроде этого было, это уместно между кавказцами, на твой взгляд. Ну, Хабиб, честно, его выиграет, да? Чима его. Хабиб выиграет, Чима. Хабиб выиграет. Но Хабиб уже сказал, что я не буду драться. Такой. Ну, может быть, хайп делает, да? Ну, они оба хорошие, и Хамзат хороший, и Хабиб хороший. Почему? Не знаю, за это слово, что я сказал. Это вопрос, но, смотри, это, те слова, чуть-чуть непонятно, да? Я сам знаю, Хабиб болеет, да? Я скажу, Хабиб выиграет, так и скажу. Но Хамзат тоже, это хороший зрелищ, не бой, он всегда покажет. Ну, Хамзат тоже. Хабиб его заборет и решением победит? Хабиб, Хабиб выиграет его, борется, и стойка тоже. Стойка тоже. Ну, Хабиб сильный, уже показали, смотри, у него рекорд 29-0, да? На самом деле, я думаю, Хабиб еще раз будет драться, я отучу это, думаю, это мои слова, не знаю, но может быть 31-0 будет. Кто или что его может заставить вернуться? Вот это завтра бой Бразилис и... Это, да, Чендер? Да, это Бразилис, я думаю, Хабиб будет драться. Я, это, я, это, я год назад это, честно, скажу, это будет, наверное, не знаю, но Хабиб, Хабиб, что скажет, я не знаю, честно, но это просто, я думаю так.